Работа на чердаке многоквартирного дома номер 11 по улице Чкалова идет полным ходом. Укладывают пароизоляционную пленку, которая буквально герметизирует кровлю. Затем в два слоя минераловатные плиты повышенной жесткости. Простыми словами, утеплитель. Крыша это холодная сама по себе и по технологии утеплитель нужен обязательно, чтобы жители верхних этажей не мерзли. То есть по строительным нормам такие крыши утепляются. В программу капремонта попали три рядом стоящих кирпичных дома Чкалова 11, 11А и 11Б. Построены они были в 1966 году. С тех пор эти крыши никто не ремонтировал. Дома попали под программу капитального ремонта. В июле выбрали подрядчика, но как выяснилось чуть позже, контракт доверили не тем. До поздней осени работы не сдвинулись ни на миллиметр. Хочу особо отметить как раз и подрядная организация строя электромонтаж. Это именно тот подрядчик, который изначально выходил на эти дома, на улице Чкалова. Ничего здесь не сделал. Фондом с ним договор был расторгнут. И по итогам рассмотрения заседания комиссии ФАС, именно этот подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. И в течение трех лет на всей территории Российской Федерации он не имеет права участвовать в конкурентных процедурах. В настоящее время новые кровли готовы почти на 100%. А вот в чердачных помещениях, которые осматривает комиссия, работа не завершена. В доме номер 11Б чердак еще засыпан мусором, но их очистка входит в план работы. Новый подрядчик обещает сдать степленную кровлю в течение двух недель. Мы точно так же, осуществляя постоянный мониторинг и контроль над ходом выполнения работ, эти ситуации выявляем и точно так же в одностороннем порядке расторгаем договора и выводим на площадки новых подрядчиков. Известно, что сейчас в Нижнем Новгороде по программе капремонта не завершены работы на 14 кровлях. Очередной аукцион по выбору подрядчика состоится 16 ноября. В декабре все проблемные кровли обещают сдать. Игорь Мещерский, Алексей Завылов. Время новостей.